Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Давай изменимся». И я, Денис Лесницкий, ее ведущий. У меня сегодня прекрасная звездная гостья. Это Оксана, солистка группы «Асхартфиль». Здравствуй, Оксаныч. Здравствуйте. Очень приятно, что ты нашла время, смогла сегодня быть с нами. Скажи, как твое настроение для начала? Очень хорошее. Можно я поправлю только? Дело в том, что я не только солистка «Асхартфиль», я еще и сольная певица. У меня свой паек сольный. Вот, видите, как мы узнаем сразу с первых же нот, узнаем много нового творчества. Я буду тебя очень подробно об этом расспрашивать. Хорошо. Скажи, пожалуйста, какая задача, может быть, у тебя сегодня мероприятие? Что ты хочешь от нашей встречи вывести? Ну, я люблю очень сильно меняться, и, естественно, мне интересно много экспериментальных всяких моментов в моей жизни, потому что я часто нахожусь на сцене и люблю очень яркие, мега-яркие всякие образы. Я очень смелая девушка. Тело пела или тело, и душа в стуной свиньке. Красивая любовь, красивые слова, обещания с север и восток. Оказалось, мы в любоприграли. Красивая любовь, но ее не перепишешь. Сначала с север и восток, мы с тобой далеки, как снег и плава. Оксана Казакова родилась в семье серьезных людей. Мама была врачом, а отец бизнесменом. Поначалу девушка мечтала, как ее матушка стать медицинским работником, но у отца были на нее другие планы. Он узрел в дочери музыкальный талант и уже в 8 лет сделал Оксане первые студийные записи. Как утверждает девушка, вот тогда и закрутилась-завертелась ее музыкальная карьера. Итак, правильно ли я понимаю, что сегодняшний вечер у тебя необычный? И ты, как я знаю, сегодня идешь? Да, на показ к Славе Зайцеву. На показ к Славе Зайцеву. Поэтому нам нужно удивить даже Славу Зайцеву. Да, хотелось бы. И всех присутствующих. Ну что ж, тогда нужно уже идти и начинать. Начнем мы с макияжа, потом у нас прическа, фотографии и много всего интересного. Поэтому поехали. Наш первый этап – это визаж. В данном случае я передаю образы правления Роману. Он великолепно ориентируется в своем деле. Ну что ж, у нас будет такой яркий, сценический, что-то там со стразами, такое интересное. Соответственно, мейк будет вам тоже такой яркий. Все такое в стиле а-ля павлини пирог. Ну все, мы закончили с мейкапом. Теперь полетите в кресло Дениса. Ну что ж, мы подошли к моменту прически, и наша задача сейчас сделать локоны. Локоны мы будем делать по технике фристайл, с помощью двух плуек. Это будет и быстрее, и интереснее. И на выходе мы сможем еще и с тобой поговорить. Смотри, я тебе пока вручаю журнал FHM. Я пока подготовлю волосы к завивке, обработаю их лаком для того, чтобы они хорошо держали форму и выглядели отлично. Журнал FHM – один из самых известных и читаемых в мире. Российский FHM в точности такой же, как и его читатель. Веселый, остроумный, модный и любознательный. Это журнал «Космополит» с легкостью, меняющий как континенты, так и темы разговора. В марте FHM задает 100 вопросов участнику квартета и Ростиславу Хайту. Рассказывает о тяжелых буднях альфа-самцов, посещает легендарную студию звукозаписи «Эбби Роуд» и делает репортаж из сирийского плена. FHM – журнал мужского рода. Расскажи мне, пожалуйста, про свое творчество. Ты меня так заинтриговала в самом начале, своей сольной карьеры, с альбома и так далее. Держусь, что я прямо хочу все это. Ну, я могу немножечко похвастаться, потому что, слава богу, с 2011 года у меня все великолепно. Вот у меня возобновилась, можно сказать, сольная карьера, потому что до этого я была в группе «Ассорти». Собственно, и сейчас я очень хорошо это совмещаю. Я и сольным проектом занимаюсь, и работаю с группой «Ассорти». То есть у меня два проекта одновременно получается. Но основной, конечно, сольный. У меня уже готов первый альбом, и сейчас я уже заканчиваю. Второй альбом записываю. Да, записываю. Осталось совсем чуть-чуть. И, кстати, весной он выпустится, и, Денис, вы сможете его услышать. Я прямо хочу. Есть такая песня, мне называется «Будь рядом». Вот, она действительно имеет признание не только на телевидении и на радио, но и, наверное, самое главное – это в интернете, потому что соцсети, по-моему, это просто настолько глобальная такая структура, что просто без интернета, мне кажется, просто никуда. Да, и мне очень повезло, что именно вот эта песня, она поймала какое-то признание у всей молодежи, и все делятся этой песней, и некоторые даже поклонники снимают специально свой какой-то фильм. Все это тоже, опять же, выкладывается в интернет. Ну, это отлично. Ну, и интернет сразу-то детектор, то есть, если приняли, значит, они говорят, что не обманешь аудиторию. Мне эта птичка нашептала, что вот этот костюм вождя твой принял прям легенду. Что, оказывается, там специальных орлов, каждое пиро собирали по отдельности, он прям как-нибудь с индикаторами, эксклюзивами, а самое главное – настоящий. Абсолютно настоящий. Так ли это, расскажи? Это действительно так, и собирали эти костюмы, у меня не только один костюм, но еще и мой личный балет «Оксидэнс», он тоже, естественно, я одевала весь балет. И, конечно же, все эти перья подбирались очень долго, потому что это очень редкие перья, настоящих орлов, орлиные перья. Это действительно по старым традициям, настоящие, и головные уборы, и все там эти крылья, все-все это очень долго делали, шили меня, весь мой первый альбом. И в том числе еще там, ну, подтянули еще пару песен, хотя я не очень хотела, чтобы они туда попали именно из нового альбома, так получилось. Этот альбом, первый альбом «Оксиджен» называется, он попал в iTunes. То есть теперь абсолютно во всем мире все, кому нравится, да, моё творчество, могут послушать мои песни. Ну что же, а наша прическа готова, и нам осталось только одеть платье для того, чтобы образ был полным и готовым. У нас получился образ, он получился легко, потому что красивое, украшать вообще просто, да, делать ничего не надо, все получается. Красиво, я с ним. Как тебе, скажи, пожалуйста. Ну, я хочу сказать, что я себя чувствую как минимум на красной дорожке. Так. А и как максимум на своем сольном концерте, потому что я люблю удивлять очень сильно. Ох, ох, ох. Что я хотела подчеркнуть красоту Оксаны, её фигуру, женственность, сексуальность. И ничто другое мне не могло в этом помочь, как коллекция Катерины Король. Она состоит в тех формах, что то, что есть в природе, оно смотрится всегда ещё даже лучше. А стразы, блеск стразы всегда притягивает к себе внимание публики, отовсюду. Собственно говоря, что для Оксаны это и требуется. Очень важно. Потому что она у нас звезда, и она должна вся сиять. И вот я её поэтому усыпала с ног до головы бриллиантами этой такой красивой, креативной, неординарной коллекцией. Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Да. Вот я и чувствую, что я слепну, понимаешь, как бы стою рядом и просто немножко теряюсь даже как-то. Нам осталось запечатлеть, так сказать, этот образ в памяти и на фотографиях. А для этого нам поможет Марина. Марина, проходи скорее к нам сюда. Вот, она, как говорится, сама собой появилась. И какие вообще мысли у тебя по поводу фотосетов? У меня мыслей на самом деле много. Я, как всегда, снимаю сливки. Очень красивый образ. Я думаю, что ничего такого суперсложного придумывать не надо. Мы просто выберем какой-нибудь простой фон, чтобы подчеркнуть всю красоту Оксаны. Это очень удобно, да? Когда яркая модель, по большому счету, лучше вообще вот… Ну что, ребята, осталось отфотографировать, и мы, как говорится, подведем. Поехали. Не найдут в тебе изъянув, что порадуют твоих конкурентов. Нет на тебя похожих в мире ты одна такая, без комплиментов. Я знаю, что фотосессия у вас прошла отлично. Я прям горю желанием скорее все это увидеть. Все хорошо, ты довольна, все получилось? Все замечательно, просто потрясающе. Я, честно говоря, не думала, что эффект будет настолько потрясающий. Спасибо огромное. То есть у нас все-таки что-то получается. Мы научились красить, вообще все делать и заниматься образом. Спасибо тебе за теплые слова. А я хочу, в свою очередь, подарить тебе еще парочку вот таких чудных книг от издательства «Хэрс». Это прически, которые, возможно, помогут тебе найти какой-то очередной новый образ свой. И мейкап, конечно же, который точно так же, возможно, будет тебе полезен. Очень полезная вещь, потому что как раз сейчас я в этот момент как раз учусь это все делать. И у меня некоторые разы получаются. Я думаю, что это мне поможет быстрее дойти до истины, можно сказать так. Вот поэтому дай бог тебе, как говорится, удачи и терпения для этого нелегкого дела. Спасибо огромное. Спасибо всем. По-моему, все получилось. Слово «давай» и слово «изменимся» все сложилось сегодня в этом прекрасном образе мейкапе и в прическе. Спасибо огромное за волшебство. Russian Music Box. Давай изменився. Вот так вот прекрасная Оксана, теплые слова, миг преображения, как говорится, все, все сложилось. А мы с вами увидимся ровно через неделю. С вами был Денис Лесницкий, со мной была прекрасная Оксана. И, в конце концов, встретимся через неделю. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова